Если есть жалобы, будем разбираться. Представители регионального министерства просвещения и воспитания побывали в Сенгелеевском педагогическом техникуме. Это учебное заведение прогремело на весь регион, когда в ходе аппаратного совещания в региональном правительстве была зачитана жалоба на грызунов в стенах общежития. Как все выглядит на самом деле, узнал Игорь Кранцев. Здание общежития четыре десятка лет. Не новое, но во вполне приличном состоянии. Проживают здесь порядка ста человек. Те, кто приехал в Сенгелей за знаниями из соседних сел или районов. Комнаты скромные, но чистые и с новой мебелью. В последние дни все разговоры только о жалобе руководства региона. Студенты говорят, что не понимают, кто и зачем сочинил письмо. Меня удивило лично. Я ничем не жалуюсь. Мне все нравится здесь, все устраивает. Нам наоборот стараются чем-то помочь. Если у нас есть какие-то жалобы, их пытаются решить. Я не знаю, зачем могли пожаловаться. Исполняющий обязанности директора техникуму пытается найти объяснение, кому это могло быть нужно. Вспоминает недавнее собрание со студентами. Возможно, кому-то не понравились правила распорядка или другие дисциплинарные меры, рассуждает Марина Матулина. Но ведь подобное есть в любом общежитии. Мы им объясняли, как нужно стирать белье, раздельно стирать белье, что нельзя все вместе складывать и стирать, потому что дошлись слухи, что они стирают общие комнаты, в одну стирку закладывают. А они восприняли, что мы им запрещаем стирать белье. Откуда в жалобе взялись мыши, руководитель учебного учреждения объяснить и вовсе не может. По ее словам, два года назад в одной из комнат были клопы, которых вывели. Да и дезинфекция проводится регулярно. В профильном министерстве тоже не было сигналов из Сенгелеевского педагогического о столь злостных нарушениях. В прошлом году мы провели здесь ремонт, ремонт душевых, санитарных узлов. Мы знаем обстановку, что здесь на сегодняшний день есть, знаем проблемы. И когда в обращении были указаны такие факты, они, конечно, вызвали удивление. При этом гости из областного центра осмотрели помещение общежития. От жилых до бытовых. Вопросы возникли, правда, из другой сферы. Предложения? Предложения, конечно, у нас есть. Мы будем плит приобретать. То есть нужны дополнительные плиты? Да, дополнительные плиты. Со студентами тоже довелось пообщаться. Разговор о той самой жалобе возникает сам собой. Мы не знаем, кто кто-то написал. Вот так резко все появилось. Нам самим очень интересно, кто это написал. Без внимания это общежитие не останется. Как, впрочем, и иные места проживания студентов из других населенных пунктов по всей области. А вот цели пренепременно найти авторов послания у проверяющих нет. Представители областного министерства просвещения и воспитания, как принято говорить, запротоколировали увиденное и услышанное в стенах Сенгелеевского общежития. Возможно, в связи с сигналом проверка приедет сюда вновь. Но вряд ли ее результаты будут сильно отличаться от того, что увидели в середине мая. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов, Вест Сульяновской, Сенгелея.